Здравствуйте! Еще раз меня зовут Аллан. Это Зачем мне нужен STEM в моем классе. И это module 1. Зачем меняться? Это будет три короткие видеописи, чтобы можно объяснить, зачем я думаю это важно. Хорошо? Давайте начнем. И сначала, это жалко, но у меня нет для вас большой подарок. Нет какой-то программы, которую я вам могу дать, которая будет в системе. Но надеюсь, что вы понимаете, это система, это педагогика. И сначала в центре это почему? Когда дети спрашивают, почему, почему мне надо знать это? И это была моя проблема. Это первый год моего преподавания. Это где я начинал преподаваться. Это маленький индийский город, Якутат, находится на берегу моря на Аляске. Это индийский город, Клинкет, Индиенс. И там я преподавал, я был факультет на юг. Целый факультет. Да, я преподавал биологию, химию, физику. Только вообще 100 участников. Целая школа. Детский сад до 12 класса. Да, но был такой опыт. Да, но сначала это была моя проблема. Да, я был, я не знал, что делать. Это был мой первый год. Да, я совсем начальный преподаватель. Поэтому я смотрел учебник. Сначала глава 1. Я буду преподавать глава 1. до конца был вопрос и дать контрольное. И все. Да, и из этого, когда был такой вопрос из моей дети, да, почему мне надо знать? Я буду сказать, потому что это в учебнике. И все. Да, но был такой в моем голове, в моей голове, почему им надо знать это? Они будут почти целую жизнь ловить рыбу. Зачем им надо знать химию, физику? Зачем? Это серьезный вопрос. И для меня, у меня был один опыт. Это был в 96 году. Я так целую жизнь хотел стать пилотом. И у меня была такая возможность. Да. И это Дэвид Сейт-Джорс. Он был мой инструктор. Я был в Нью-Йорке, в городе Итыка, где находится Корнелл University, тоже Итыка. Я там троптовал, изучал мастерскую. Да. И он был мой инструктор. Да. И каждый день вместе работали. Да. И в то время он всегда сидел за меня. Да. Не заново. Я был налево, он был направо. Да. Да. И, но я был, я хотел летать один. Да. И каждый день спрашивал, я готов, Дэвид? А, он сказал, почти. Потом, готов? Почти, почти. Я знал эти факты. Это было просто. Да. Да. Но он хотел узнать, что я имею в виду летать. Да. И был три-четыре недели. Серьезно, я был чуть-чуть среди. Я подумал, что он только какой-то, он хочет мои деньги только, потому что мне надо платить за его время. Но до конца он сказал, Alan, вы готовы. И был мой первый раз. Я один был в Самариоте. Да, я был пилетом. Это было сумасшедшим хорошо. И в то время только надо летать около 2000 метров. Да. Делать несколько, несколько упражнений. Да. И потом прилетать в аэропорт. И первый раз я сделал такое-то упражнение, задача. Да. Серьезно, мой мотор включил. Да. У меня нет мотора. У меня нет энергии. У меня есть большая проблема. Да. И, ну, конечно, я боюсь, да. Сейчас сразу я там, без мотора, далеко от аэропорта. Я могу смотреть аэропорт. Я вижу скорая помощь, потому что я по радио сказал, у меня есть, да, большая проблема. Но, вы знаете, я здесь. Да. Я узнал, как летать. Да. Я знал. У меня было это знание здесь. И только здесь руками. Да. И у меня был успех. Я прилетел без мотора и сидел там. И после этого я подумал, что я сделал. Какая ошибка. Наверное, это было, я думал, что я виноват. Я сделал что-то плохо. Вы знаете, это был жук. У меня был жук в корпорации. Из этого нет бензина. Поэтому это ничего я сделал. Это только авария. И почти серьезные. Но я из этого точно узнал. Я понимаю, что это не что вы знаете. Это то, что вы можете сделать с тем, что вы знаете. Если я только у меня из учебника узнал, что делать со самолетом, я сегодня не буду здесь. Но, слава богу, у меня был учител, который подумал, что это важно, что я имею дело что-то. И особенно летать с самолетом. Да. И поэтому, да, это целый наш курс. Я буду больше объяснить. Но сначала это важно. Конечно, это основа идеи. Это факты. Это важные. Это тоже навыки и концепции. И это центральная идея STEM. Хорошо. Это наш первый модул. И можно смотреть следующий. Спасибо. Спасибо.